Девочки, у Михалыча вдохновение появилось. Какое? Пиво пьем до усрачки. Не знаю, что и на трубе утром поиграл. Чтобы хорошо выглядеть, нужно хорошо выпить. Правильно? Так? Это вообще отвратительно. Пойду книжку читать. Какую книжку ты читаешь? Ну, самая умная книга, которая для туалета, веревочка там все. Там вычитал, что... Пойдемте, девочки, посмотрим, что за... Ну, сейчас выключу пока. Что, принесешь книгу? Зачем? Придешь, я приготовлю. А, ты готовиться еще будешь? Ну, мне уже надо открыть. Чем бы тебя не тешилось, как ребенок, как Лева. Как Лева. Такую ахимию несет. Что, девочки, я работаю, сижу. Девчонки, заходите на Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзен. Теперь у меня есть своя страничка на Яндекс.Дзен, девочки. Я пишу там небольшие статьи. Статьи. Девочки, да заметки небольшие пишу. Нравится мне. Смотрите. Сейчас покажу вам. Вот. Яндекс.Дзен. Мама отличника. Вот публикации мои уже. Вот. Отдых. Отзыв об отдыхе в Таиланде. Храм Рождества Христова Краснодар. Отзыв об отеле Кимпинский Таиланд-Бангкок. Девчонки. Смотрят уже. Вот вчера сделала три заметочки. Читают. Да, небольшие заметочки, девочки. Заходите, читайте. Если кому интересно, кто читать любит. Вот сижу. Вот новое увлечение у меня. Так что вот такие дела. Девочки, иду на секретный объект. Тут соседи. Ну, сорвите. Побрасывай в бутылку. Посмотрим, что он там делает. О, у тебя это. Укна открыты. Да. А у меня тут прохладно. Что делаешь? Да вот, сижу. Проверяю. Читаловенько. Математические расчеты. Вот самая нужная книга для каждого. Тысяча невероятных фактов, которые вы не знали. Вот, для места. Место это какое нужно? Это в туалете вешаешь? Вот так вот. И читаешь. Как раньше календарики. Нет, так потому что в течение жизни человек проводит в туалете почти полтора года. Не сидите в пустую, читайте. Видишь, смешные факты. Во Франции законом запрещено называть... Не надо вот это долго, не надо это мне, свистопляска. Ну вот тут вычислился. Почему Михаилыч сейчас... Если на одну шахватную клетку положить одну... Включи мне прибор, включи мне. Какой прибор? Я пока ноги помассажирую. Ну ты что, тем более что-то или потом... Ну что это, давай и говори. Ты не расусоливай, ты конкретно, что у тебя здесь? Вот, шахматная клетка. Если, вот, ты слушай. Если на одну шахматную клетку положить одно зернышко риса, на вторую два, на третью четыре и так далее, то, в общем, итоги, вес на шахматной доске составит более 640 миллиардов тонн. Это в тысячу раз больше, чем годовой урожай риса на всей земле. Вот я сижу, короче, рассчитываю. Так, они не написали тут, насколько у меня эти числовые последовательности. Умножать на 2 или если умножать на 2, то это мало. Что делать? Я так и не поняла. Ну ты слушай, это вот числовая последовательность. Каждое натуральное число соответствует его. Сережа, я в математике 0. Сережа, не расусоливай, я в математике 0, поэтому для меня это числовые последовательности. Это Леве можно показывать, но не мне. Это вот если в квадрат возводить... Я понятия не имею, что такое в квадрат. Ну плохо, что... Мне не нужна эта математика чем? То получается, вот если я, допустим, обман... Сережа, давай, короче, итог быстро. Что должно быть? На четвертое, на пятое у меня получается 16, возводим в квадрат, 256. Ну тут ты выкладывай. А куда мне столько, ты что, 256? Ну так тебе же проверить надо, что он... Так у меня риса не хватит. Купишь еще? Вот, ну... На шестое 65... Выручка сделай. 65 тысяч... Сережа, мне не надо, мне надо практика. Мне нужна практика. А на седьмой уже, раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмой уже знаешь сколько? Четыре миллиарда, двести девяносто четыре миллиона, девятьсот шестьдесят семь тысяч, двести девяносто шесть зернышек надо. Это какой дурак пишет? Это такой ерунда. Это умная книга. Ой, я шкури. Ну, короче, короче, да. Кто-то вышивает, вышивкой занимается. Михаилыч, давай выкладывай. Кого выкладывай? Я риса куплю тебе, дам денег на риса. Давай выкладывай. Такой это, годовой... Ты что, запас в мире такого нету? Это в тысячу раз больше, чем годовой мороза риса. Это же кто-то... Подожди, Сереж, перестань по книжке мне. Я конкретно, что ты хочешь. Ты проверить хочешь, значит, выкладывай. Только если умножать буду на два. Ну, кто-то же, это же и сам, значит, это кто-то проверял. Раз ты читаешь, и тебе это интересно, значит, выкладывай. Мы посмотрим. Так это где сколько-то столько рису возьмешь? Ну, в Таиланд поедешь там дофига риса. Это в тысячу раз больше, чем... Пасмати будут, девочки. Все, перестань, Сереж, голова заболела от тебя. Пасмати будем покупать. Вот так вот, видишь? Ну, все, что? Опять скажут, что реклама, блин. Нет, не реклама получится. Я тебе говорю... Ну, ты будешь выкладывать-то или нет? Да тебе говорю... Или придуриваешься. У меня риса не хватит. Нет, а зачем тогда ты читаешь? Давай, все, покупай рис, выкладывай, мы посмотрим. Мы посмотрим. Тут не написали. Как, если бы они написали, что умножать на два, а тут надо возводить? Значит, это херовая книга. Почему? Правильно. Для туалета. Правильно. Ну, раз ты не можешь проверить. Ну, я как проверю? Тебе же написали здесь. Он читает, сидит без ума. То пьем, блин, без ума, таскаемся, потеусом, да, то читаем. Чего-то еще трубу сегодня отрубил. Губы красные губы. Я пока это... Репетировал. Трубил! Все, труба, вход пошла. Что там у трубы у тебя? Все нормально? Нормально. Надо эти поменять. Кого поменять? Да. Кого поменять? Ну, говори нормально, что поменять? Что опять там опять случилось? Ты все равно не поймешь. Ну, ты расскажи. Я же не себе рассказываю. Нет, так. Пробковые стоят вот эти вот ограничители. Видишь, они подносились. Вот здесь вот слив тоже надо менять. Чистить надо. Работы у меня много вообще. Да ты что? Почистить. Да неужели? И сыграть чуть-чуть. Вот как, девочки. Карточку-то забрала, и работы сразу стало много. Ну, я же на пенсию пошел, как почтальон Петчкин. У меня жизнь только началась. Он всю жизнь о велосипеде мечтал. Ему хоть на пенсии подарили. Давай ты велосипед купил. Надо, наверное, мне подарить этот велосипед, да? Как почтальон Петчкину, да? А то Лева просит велосипед. А ты ему не покупаешь. Нет, вы меня. Нафига он нужен? Ты мне тогда подари. Да ты взять на велосипеде, это до Челябинска, и потом фиг найдешь, чтобы кто-то ребенка-то у меня будет содержать. Боишься, что сорвусь, да? Сорвешься, ты все, тебя ненадежный. На коротком поводке тебе шлейку надо, как массивон. И на шлейке тебе только поводят. На поводке. Ты же вообще, ну, Лин, выложил. Так выкладывай все тогда, почитай. Да и я уже прикинулся, не хватит рису, годовой запас даже. Книжки читаешь. Вот это книжки, кстати, у него. У него в Челябинске были очень хорошие книги. И мы когда переезжали, все книги там по математике, справочники были. Или он все читал. Я могу это. И всю литературу поставляли. Много книг у меня там всяких было. Ну, не тащите сюда. Что-нибудь сделай. А это ты здесь уже купил же? Нет, почему? В Челябинске. В Челябинске мы эту книгу привезли. И вот он ее все время. Как настроение у него есть? Нет, ну очень много фактов, тысяча фактов, которые мы не знаем. Это же интересно. А то все говорят, что я тебя обсираю, обсираю, видишь, какой ты парень. А ты что, я вообще... Да, да. Только черный, а? В Болгарии ты готовишься? Конечно, что ты. Что с собой возьмешь? Трубу возьмешь? Ну, верно. Ой, Сереж, надо это закрывать, потому что... Где ж вы, где ж вы, отчи карии, где ж ты, мой родимый край, хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Помнишь в детстве такую песню «Переноском Лаги»? Да, помню, помню, я все помню. Нас радиус с утра до вечера играла. Мы все песни наизусть по этому знали. Это вот новая оправа у тебя? Что? Новая оправа. Новая, да. За 7 тысяч, которую ты купил, сколько стоит? Оправа 2,5. А линзы, линзы дорогие, да? Потому что узенькие. Не знаю. А там, видишь, роговые оправы, они дешевые, а линзы сами дорогие. Что, включать? Ключи, да. Жарко, что ли, тебе стало? Душно. Душно. Можно мне еще бананчик? Влажность. Влажность, да, большая. И у Лёвы там закрывай, тоже включай. Что там сыночек сдает у нас? Вчера привет. Во сколько ты поедешь, да? Он сам приедет, они же на автобусе поехали. И всех собрали там у этого, у чекистов. Или они все-таки как, у улицы чекистов. Сколько, народу много было там? Ну, там они стояли, там, я вообще вызывал. Ну, одна школа, вторая школа. Ну, 89-я и наша, 90-я. Да, мы там стояли, они кучки. Все ясно. Полный автобус. Почему? По массажиру, девочки, что-то на это-то. Михалыч, а каждый день массажирует. Молодец, с этими массажерами пользуются. У меня вчера что-то это, защемило левое плечо. Я пошла, посидела там, шипсу включила, поразбивала, вот и ничего, нормально. Сегодня. Девочки, на Яндекс.Дзен заходите, я там истории небольшие пишу. На Яндекс.Дзен. Мама отличненько. У меня везде девочки, мама отличненько. Везде мама отличненько. Там небольшие обзорчики, девочки. Прямо набираете Яндекс.Дзен, мама отличненько. Папа отличненько. Папа отличненько нету. Что еще, папа отличненько? Там встречаются, создайте ему канал. Книгу вам читать буду, вот эту. И на друге играть. Она была, да? Они думают, что ты парень очень веселый. Конечно. И будет интересно. А если еще замахнуть хорошо, там вообще тогда сыр будет. Да? Так тебе придется опять каждый день замахивать. Похождение. Ты же ведь ненадолго. Сейчас недельку отдохнешь и опять вперед из песни. Нет. О-о-о. Жарко, жарко. О-о-о. Жарко. А ты что включила-то? Разжимание, нажимание. Так вот тебе надо это. Пусть нормально. Нормально? Да. Не, я хотел тебе этот, что? Ну, включи. Вот эту, нажимать кнопку. И все. Ну, это так же. Это легкие поглаживания. Нормально? Зачем тебе? Все эти нервные окончания на стоп-нежном отпуске. Вот та программа и как раз нервные окончания, не поглаживание, а сжимание-разжимание, все точки разбивает. Разве у тебя это сбоку сжимает, а это прям по низу у тебя. Это расслабляющий массаж. Нормально, зачем тебе? Тебе, наоборот, расслабляться надо. Зачем тебе? Я все время лонженерал, я на этом сидел, на кресле. Нормально. Нет, Сереж, мне надо, чтобы ступни меня разбивало. Все. Вот. А что мне это поглаживание? Это поглаживание для меня херня. Я же большая, толстая. Мне надо, чтобы меня мяли. Так, ну что планы наполеоновские, пенсион? Сегодня ты что, гуляш готовишь? Или уже приготовил? Я еще не начинал. Сейчас. Он что, у вас сколько приедет? Не раньше двух, наверное. У меня, видите, окорочка есть. Я могу их без кожи. Так у нас тут либо есть. Ну, рыбу из морозилки надо доставать, а окорочка надо съесть, потому что они не в морозилке. Ну, это мясо вкусно. Их можно просто это... Ничего ему не сделать? А? Нет, ну ты же хотела гуляш делать, делай. Ты начинаешь опять? Я ничего не начинаю. Ой, как хорошо. Пальцы. Ты делай, делай. Делай? Да. Я, если что, вечером могу. Мы еще кольцу не даем. Да выбрось ее уже, она уже 4 дня у тебя стоит, колебал, ты с этой ножкой трясешься там. Да-да-да. Сегодня никто работать не будет. Никто не работает. А я думаю, что в мечетях там это... Службы идут у них. А где в мечетях? А на мире показывали. Ага. По телевизору. Сегодня выходной дали. Все не работают. Что там все пишут мне? Нет, я-то думала, что это... Ты много тратишь на продукты, а там все мне пишут, что это нормально, на двоих 30 тысяч в месяц, это нормально. На двоих? Да, даже еще мало. Ну, правильно. Это... Ну, а как ты собрался на пенсию на свою жизнь? Вот если была у тебя одна пенсия, как бы ты жил на одну пенсию? Ну, нормально. Так тебе на два дня ее не хватает. Прибиваю чью. Прибиваю чью воду из-под крана. Прибиваю? Прибиваю чью воду из-под крана. Прибиваю чью. Это представишь, что у тебя 25 лет стажа, вкалывал ты 25 лет стажа, да? И у всех у людей по 30 лет стажа, по 40 лет стажа, и у всех пенсия копеечная. Почему я вкалывал больше? Ну, как больше-то? У тебя по трудовой 25 лет, у тебя там сколько-то месяцев. Ну, а так, сколько я работал без трудовой-то? Ну, это ты уже на себя работал без трудовой. Еще 10 лет. Еще 10 лет. На себя. Я всю жизнь на себя работала. У меня вообще 11 лет стажа. Ну, хватит тебе. Ну. Да, же ты. Нет, там просто пишут, что всю жизнь проработали на производстве. Ну, я думаю, что на производстве кто всю жизнь работал, те очень хорошо зарабатывали. Раньше же хорошо платили. Раньше и пенсии были. Вот отец у тебя пошел на пенсию. Сколько у него пенсии было? Это был еще... Советский Союз. Да, он получал, раньше все получали 70% от заработной платы. Он получал где-то 130 рублей пенсию. Ну. Зарплату пускай... Еще работал. Да, еще работал. Потому что некому было работать. Таких специалистов нет. Он сварщик. По сантехнике, по воде, по пару. Так, там в корпусе. Ну, вот. Ну. Это же надо варить, смесь. Вот так. Вот учительница у меня пошла по русскому языку, пошла на пенсию. А сейчас-то вот подожди перебью. Когда Марат пошел на пенсию, Саша Петров. Петров тоже пошел поэффе, 55. И что, он в литейке здесь где-то отработал. И Марат дур гнал всю жизнь. Скакал по снабжению где-то. И пенсии одинаковые у них. Ну вот. Ну вот, блядь. Тут еще сколько? 13 лет, у того 13. Вот так вот. Ну и так же у меня. У меня. Люди всю жизнь проработали. Сегодня же день коронавщика. Ася Петрова уже коронавщик. Люда Ахмадеева, Ася Петрова. А, я Ахмадеева, Люда. День коронавщика. Надька Павлова наша любимая. У меня все коронавщики. У меня все коронавщики подружки. Коронавщицы. Ой, как хорошо массажирует вообще. А что, Люда тоже всю жизнь проработала в чугунке или в литейке. Она в литейке, по-моему, проработала. Ей не хватало там что-то 2,5 года до горячего стажа. И пришлось ей... А тоже ушла оттуда, потому что зарплату не платили. Значит, надо кормить детей там за все платить. Она ушла работать в торговлю. И с торговлей потом все равно ей пришлось этот стаж вот дорабатывать. Уже пошла, ладно, устроилась на фирму. Коронавщиком, наверное, доработала, чтобы горячий стаж был пораньше. Там тоже, блин, черная маска, черные платки. И придешь в белоснежном платочке, концу смены лицо, снимаешь платок вот так вот. Вот так все черное. Капец. Это кто на что учился? Кто на что учился? Надо было у трубы сидеть. Надо было сидеть у трубов газовой, да. Ну, госслужащие хорошо, у них 2 зарплаты. Госслужащие обычные... Да, чиновники, да. Нет, чиновники, да, у них 2 пенсии, они живут. Поэтому все. Почему 2? Государственная пенсия. Ну, кроме того, я говорю, он старшего сколько уже на пенсию? 35 тысяч, наверное, пенсия. Ну, вот это за выслугу. Ну, как он был этим? Новая администрация нашего района. Вот им... Ну, госслужба... Ну... У Ларисы и Саши тоже госслужба. У Саши военная пенсия. Саши военная. Военная и по старости еще. Ну, по старости им там мало будет, там. Что-то копейки. И мы от военного платим еще более-менее. Нам хлеб не на что купить. У нас 2 пенсии. Вот женщина одна пенсия. У нас 2 пенсии. Муж и... Ну, муж и моя пенсия. Мы еще откладываем. И мы еще детям помогаем. Так дети должны помогать. Ну, никак не они детям. Еще детям помогаем. Так что они тогда едят? С огорода? Ну, с огорода. Что эти? Ты же не будешь с утра до вечера будешь? Ну, а что в деревне? Вот сейчас ни креносунов, ни совхозов. Ничего, они живут только на пенсию. Что там? Куда? Уже все развалили. Раньше только колхозы были, совхозы. Работа была, все. Сели, пыхали. Коров держали там. А сейчас все же. Деревни-то умирают. Также и города такие вот. Где не производство, ничего. Все бросают, уезжают. А колхозы там, совхозы. Дачники, пенсионеры остались. А ты хочешь что? Ну, зачем он мой? Ну, сидел бы, баню топил, на трубе бы играл. Я здесь поиграю. Копать, колотить. О-о-о. Накопались, хватит, на лопателе. Помнишь, когда в Мирном садили по 20 соток картошку? Вообще капать. Это же каторга была. А, спахать надо нанять. Посадить там, что? Все, тоже, потом, этих, окучивать, жуков собирать, попрыскивать. Потом копать, это таскать, потом явно спустишь. Потом по весне, все это выбросишь, половина сгниет. И, короче, это проще... Не, ну тогда-то, видишь, ничего не было, все, везде в магазинах вот такая вот была картошка. Одно же время вообще ничего не было. Ну да. А сейчас-то, сейчас-то посмотри, иди, вон, хоть две картошки каждый день покупай. Хочешь красную, хочешь белую, хочешь молодую. Вот на нас все и пришлось, теперь и стройки. Что, не от хорошей жизни такие баулы таскали? На базарах морозились, чтобы хоть как-то прожить детей, прокормить. То есть, ну вот такие дела, девочки, молодежь. Все, нам досталось.